Включайте. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Даже не скажу, что в подземелье, может, как будто бы в соборе каком-то таком. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучица, отвори, сестра моя. Время пения настало, голубица чистая. Господь грядет, царь мой грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он грядет, Бог мой грядет, царь возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе. Аминь. Аминь. Боже всемогущий, благословен ты, царь наш, был, есть и вновь грядешь. Ты есть и Альф, и Омега, и начало, и конец. Благодарю тебя за эту возможность сегодня встретиться вместе с тобой, вместе друг с другом. И за этот молитвенный вечер, и вечер семинара, Боже, благодарю тебя. Потому что действительно без тебя мы ничего не можем сделать, но с тобой можем сделать все. Благослови нас, потому что без тебя на самом деле невозможно даже представить себе что-то. Боже, потому что мы не сами себе, теперь принадлежим мы, Твои, Господь. Боже, и Ты в нас, и через нас, и во имя Твое мы собираемся. Боже, в это собрание, чтобы прославить Тебя. Благослови нас по богатой своей милости. Благослови, кто не смог быть, кто задерживается, с рабочих мест едет сейчас. Благослови во имя Иисуса Христа. Боже, пусть прославится имя Твое Святое в нас, во всех нас. И эту запись благослови, кто будет смотреть ее. Пусть Твой Дух Божий, Святой, Он касается и действительно обучает нас всему. Потому что для Тебя нет преград никаких, абсолютно. Боже, и в Тебе вся слава. Аминь. И, друзья, Господь сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. У Матфея записано, да, 16-18. И синодальный перевод хорош, но оригинальный еще красивее. Потому что то же самое Матфея 16-18, если буквально переводить с греческого, то там намного серьезнее, намного сильнее. Там сказано, я создам или я соседаю свою церковь, и врата ада не устоят перед ней, падут. Аминь. Это потрясающе. Потому что в оригинальном тексте, мне чем нравится, там действительно говорится не об оборонительной войне, а о наступательном сражении. Аминь. Потому что оборона, знаете ли, это смерти подобно для Царства Божьего. Господь созидал нас и созидает как орудие победы. Не просто сражение, а именно победы. Так что, друзья, дамы и господа, братья и сестры, мы рождены и созданы для того, чтобы побеждать. Слава Богу, такая судьба. А если обороняться, если вот окопная война, то Царство Божье проигрывает постоянно. Царство Божье побеждает лишь наступая. Бог нас создал именно так вот. Вот. И Господь родил Церковь Свою на Голгофском кресте. Потому что часто проповедники мы называем рождением Церкви День Пятидесятницы. Это правда тоже, но это не вся правда. Это лишь полуправда. И даже не совсем правда это. А вся правда в том, что рождение произошло раньше, чуть раньше. В том же 30-м году нашей эры это произошло на Голгофском кресте. Чудо рождения, роды произошли в крови, в боли, в муках. Иисус, Он рожал всех нас, наши души рождал. И все люди, спасенные, возрожденные свыше, вот на протяжении всей этой вот почти двухтысячелетней истории нашей с вами, да, истории Церкви Божьей, Царства Божьего, свое возрождение мы связываем с чем? С кровью Иисуса Христа, с Его страданиями, с Голгофой. Голгофа стала как бы таким вселенским родзалом. Можно так сравнить. Действительно, потому что миллионы и миллионы душ рождались тогда. Хотя спасение мы получили позже, да, но для, будем так говорить, это, опять-таки, не вся правда. А вся правда в том, что спасение совершилось тогда еще, две тысячи лет назад, на Голгофском кресте. Вот это вся правда уже. И, а если брать еще более правдиво, то Агнец от века заклон. Мы это не понимаем, нашему человеческому уму это непостижимые вещи. Живущим во временном измерении, в этом временном мире, конечно, это все чудно и странно и непонятно. Сколько бы я ни размышлял об этом, я всегда, конечно, дохожу до какой-то определенной такого момента. Я сдаюсь, я говорю, Господь, я понимаю, что я ничего не понимаю. Потому что это выше моего понимания, для человека, живущего во временном измерении, это все категории вечности, они очень странны. Но я просто принимаю это верой, соглашаюсь, что действительно, то, что произошло тогда, две тысячи лет назад, это, по сути, отблеск того, что в вечности совершилось. Оказывается, в небесах в вечности совершилось наше искупление. И Агнец, он действительно велик, и не только здесь на земле, вообще в вечности. Вот, и история Иисуса, она впечатляет, конечно, завораживает. И земная его история, и немного из того, что мы знаем из вечности, его история. Вот, мы знаем, допустим, в послании к евреям, допустим, рассказывается, что Иисуса, слово свое, да, сына своего, Бог не сразу-таки показал ангелам, да. Это тоже чудно, как-то странно. Как это, ангельские миры, такие разнообразные, большие такие миры, и они тоже не знали сына Божьего. До поры. Но однажды он вел первородного во Вселенную. Как это происходило? Я могу лишь только представить. Фантазия художника сразу разыгралась. Я обычно представляю себе такие картины, вот это видение во Вселенную сына Божьего. Отец небесный, там такое прославление, там, значит, сцена вся сияла игристыми камнями различными. Короче, там такое творилось, ну, потрясающе. И вдруг Бог говорит, ангелы, друзья, у меня, у нас сегодня очень необычное служение. Они, аллилуйя, да, конечно, у нас каждое служение очень необычное. Вот, и он говорит, нет, вы не поняли, у нас вообще это самое необычное служение. У меня есть сын. Ну, понятно, мы все сыны твои, все прекрасно. Нет, вы ничего не поняли, у меня есть сын вообще, единородный. Прежде, даже как вы появились, он уже был уже. Так, я представляю, такая немая сцена. Да, и на сцену выходит Слово Божье. На сцену выходит Иисус. И, конечно, здесь, ну, первым бросил гитару лидер прославления. У него сдали нервы. Ах, так, здесь уже церковь уже не такая какая-то вообще, вообще все не так. Кто со мной тут герой? Вот. Ну, примерно треть поддалась этой пропаганде. Можно себе представить такую картину. Вот, я думаю, что у оставшихся тоже были вопросы, конечно. Вот, что, почему, как, от кого, и вообще, как это, что за сын? Да, но те, кто, знаете ли, переступили через свою ангельскую теологию и приняли, просто приняли, что Бог сказал, да, у них все хорошо. Но те, кто отказались свою ангельскую теологию менять, как бы, да, значит, и вообще пересматривать, у них были проблемы. И до сих пор они продолжаются эти проблемы. И знаю еще, что 9000 лет назад в нашем земном мире что-то подобное произошло, нечто подобное, но уже немного иного рода произошло. Слово Божье пришло в этот мир, стало плотью, человеком. Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И так же, как в мире ангельском, в этих ангельских мирах, нечто подобное произошло. Камень соблазна и камень преткновения. Знаете ли, те, кто отказался пересматривать свою теологию, у них проблемы, и до сих пор они тянутся, эти проблемы. Вот, и, знаете, мне, конечно, чудно все это. Иисус, он даже в своем служении земном, он порой вел себя очень вызывающе, конечно. Он, допустим, самое вот такое просто вызывающее действие, после которого его мафия религиозная решила убить однозначно. Вот, это было воскрешение Лазаря, помните, да, 11 глава Иоанна. Это была последняя капля, переполнившая в чашу терпения религиозного всей этой системы тогдашнего иудаизма. И если до того его еще терпели, да, много было врагов, но, как бы, немало идут и сторонников, друзей, то вот именно этот момент воскрешения Лазаря, он стал водоразделом. Все, после этого было принято решение убить Иисуса и задой Лазаря, вообще, чтобы молчал человек. Вот, а почему система вот так вот очень вызывающая? Один из моментов, интересный момент, что в теологии иудаизма, что тогдашний, что сейчасшний, это считается невозможным. В первых три дня, возможно, воскрешение умершего человека, в первых три дня, вот в Хевроне, Хевер по-еврейски, да, связываю, вот считается то место, где души сходят на землю, потом, после окончания земного странствования, снова восходит, вот та поповина, связывающая два мира, видимый и невидимый мир. И вот там, где была ставка, резиденция, да, Авраама, Ибрагима, да, отца нашего, вот там это место, мистическое такое место, очень святое для любого еврейского сердца и не только еврейского. Вот, и арабы многие очень сильно уважительно относятся к этому месту, и христиане разных национальностей, разных культур туда приезжают, в Хеврон, и там могилы про отцов, про матерей еврейского народа. Вот, и интересно, что евреи верили в то время, набожные религиозные вождьи также верили, что в первых три дня, возможно, ну, как бы, будем так говорить, в том движении в небеса, да, в другой мир, в другое измерение, можно включить, как бы, заднюю скорость, можно обратно вернуться в тело, в первых три дня. Но, согласно и тогдашних представлений иудаизма, и сегодняшних, сейчасшних, во всех направлениях иудаизма, также считается, что уже после истечения трех дней невозможно это. Только лишь в последний день всеобщее воскрешение, допустим, да, душ, вот, как фарисеи, допустим, верили в то время, времена Иисуса, да, возможно, воскрешение будет. Все. Но уже воскрешение вот физически невозможно. И интересно, что Иисус в той истории, Он как будто бы вроде спешил, но не торопясь. Он выжидал. И пришел именно в четвертый день. Если бы Он в первых три дня воскресил бы, то тогда бы Он дал бы еще основание, дополнительное основание религиозным людям сказать то, что Никодим говорил. Помните, да? Что мы говорит, не я, а мы говорит, то есть Он еще за кого-то расписался. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо такие дела, которые ты делаешь, не может делать человек, если не будет с ним Бог. Там уже было ясно, что Божий человек, Божьи чудеса. Но момент воскрешения Лазаря все перечеркнул. Уже нельзя было сказать, что ты учитель, пришедший от Бога. Можно было сказать то, что до сих пор для миллионов и миллионов верующих, ну знаете ли, язык не пошевелится сказать. Для многих людей, называющих себя христианами, и то, чудно это сказать, Бог стал человеком. Это, ну, уму непостижимо ни человеческому, ни ангельскому. Спасибо тебе, Господь. И вот, друзья, свершилось чудо. Иисус на кресте родил церковь свою. В день Пятидесятницы это собрание было явлено миру, облеченное силой свыше, облегшись силой свыше духом святым. И вот, начиная с тридцатого года нашей эры, по сей день происходит чудесное шествие Царства Божьего, распространение Царства Божьего. И каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, освобожденный от бесов человека, это как будто бы одна пять земли, отвоеванную Царством Тьмы, перешедшим Царством Света, Царством Возлюбленного Сына Божьего Иисуса Христа. Происходит сражение, духовное сражение. И не только в духовном мире, оно и в физическом проявляется, в исцелениях, в освобождениях, в чудесах, в знамениях. Но это сражение, как вот Достоевский Федор Михайлович говорил, поле брани сердце человеческое. Бог и дьявы ведут сражение, а полем брани является сердце человеческое. И вот в этом сражении с тридцатого года нашей эры чудо это произошло. Кстати, в Талмуде, в книге традиционного иудаизма, которая никак не заинтересована в распространении христианства, но есть десятки косвенных подтверждений того, что Иисус и есть настоящий Христос. Что Церковь Божья это действительно Божье чудо. И вот самые великие подтверждения в разделе Йома. Йом, это по-русски как? Йом. День. 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 Йом. Йом. И вот Йом-Кипур, да, праздник. Ну, в русском переводе обычно звучит, как пишется, пишется, как день, судный день. Даже есть война судного дня, допустим, да, вот в Израиле. Но на самом деле это неправильный перевод, вообще неправильный перевод. Потому что Кипур, вот Пурим, знаете, да, вот, но имеется в виду, ну, не просто даже жеребия, а день нашего освобождения, день всепрощения, день всепокрытия, как бы, да, то есть можно перевести так, день всепрощения и милости, день, вот, всепокрытия, как бы, Богом. И Йом-Ха-Кипурим, или Йом-Кипур. И это удивительный день, о котором Библия говорит, что раз в году, именно в этот день, первый священник, великий священник, заходил во святой святых, Кадош-Кадошем, Иерусалимского храма. И он заходил жертвенной кровью. И жертвоприношение этого дня считалось самым главным. Это шаббат всех шаббатов. Это день всех дней. Это жертва всех жертв этого дня. И когда священник окроплял в этом храме, и во святом святых все, то священники наблюдали, священство, тысячи священников наблюдали, примет ли Бог жертву в тот день, или не примет. Простит ли Израиля в этом году, или не простит. И знаете, люди, конечно, перед тем каялись, молились. И, знаете, были разные у них, у священников свои приметы. Ну, такие, знаете, поповские свои приметы. Принял ли Бог или не принял. Библейские, небиблейские, разные были приметы. И вот одно из таких самых верных примет считалось следующее. Священники брали за основу из книги пророка Исаии, Исаияфу, да, его пророчества. Если грехи ваши будут как багряные, буквально как пропитанная кровью тряпка, я сделаю белоснежной, выпилю, как беличек не может выпилить ее. И священники кровью жертвенного, этого ритуально бескровленного козленочка, пропитывали лоскуты материи, нити и лоскуты белоснежные, и привешивали в храме, и наблюдали. Если в течение этого дня служения они становились белоснежными, то священники говорили, все, это верные приметы, что Бог принял жертву своего народа, и Бог простил нас, простил Израиля, и всех боящихся Бога по всему лицу земли. Но если оставалось кровавым, то вынуждены были признать, это священники, что, увы, в этом году нет нам прощения, нам остается год ждать до следующего жертвоприношения всех жертв, и каяться, приводить в порядок свою жизнь, и там прочее, прочее, прочее. И вот в Талмуде, в разделе Йома, Йом Хакитурим, там рассказывается, что 40 лет при некоем Шимоне, цадике, праведнике Симоне, каждый год, из года в год, лоскуты становились белоснежными эти. И это чудо констатировали все священники. Затем, и объявляли всему Израилю, затем наступило время неопределенности, говорили, временами да, временами нет. Иногда белоснежные, иногда оставались кровавыми. Но, дальше говорится, но последних 40 лет лоскуты эти никогда не становились белоснежными, оставались кровавыми. Последних 40 лет, перед тем, как храм был разрушен. А храм был разрушен, братья и сестры, в 70-м году нашей эры. Отнимаем 40 лет, получаем 30-й год нашей эры. Как раз тот год, когда Машьях воскликнул, свершилось. И завеса в храме разорвалась. Великая завеса. Были завесы малые, это завеса храмовая, основная, она делалась, согласно Библии, из Божьего помиления, из прессованных кож, толщиной ладонь. Разорвать такую завесу невозможно просто. И это как бы инопланетная технология. Подобную завесу разорвать, из прессованных кож. Но завеса разорвалась сверхъестественно, сверху довезу, показывая, что сам Бог разрывает свою завесу. Разрывает. Показывая, что теперь он открыт. И мы открыты к нему. Как в том мюзикле поется, да? Помните? Я не хочу жить за завесой, за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим. Я Ава, отец. Я Ава, отче родной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Вот не знаю, я этот мюзикл просто обожаю. Просто вообще. И разные мюзиклы мне очень нравятся, Алексей Редяевым. Но этот мюзикл Разорвана Завеса. Один из старых самых. Но мне он до сих пор больше всего нравится. Я рекомендую, кто не смотрел, посмотрите. Там еще Алексей молодой совсем еще. Вот. Но очень, очень интересный мюзикл. И он не просто интересный, он именно помазанный. Действительно, реально помазанный мюзикл. Вот. И самая вот кульминация, как раз разрыв этой завесы. Показано очень хорошо даже как раз. А в духовном мире это знак нашего спасения. Друзья, все. Сегодня открыты небеса. Открыты небеса для всех и вся. Для всех и вся. Как в другом мюзикле, уже в более современном, Алексею Редяевым мюзикле, «Исход». Помните, да? Финальная сцена. Кто смотрел? Небеса. Небеса. Манят и ждут меня. Небеса. С каждым днем родней и ближе. Небеса. Зарева нового дня. Я Господа грядущего вижу. И там все становятся поднятыми руками. И освещается все это потрясающе. Выграно, конечно, тоже очень люблю этот мюзикл. Исход. Мы каждую пасху его просматриваем вместе. Вот. И в церкви. И так вот я рекомендую на домашних общениях. И во время пасхального сэнвера тоже мы часто делаем это. Это пасхальный сэнвер. Это такой пасхальный ужин. Будем так говорить. Все нужное. Бдение. В полнолуние первого месяца. Несана. Или же в Библии он еще называется Авивом. Авив это по-ябрески весна. Весна. Даже не просто весна, а буйство весны. То есть как бы это. Весне дорогу, таким словом. Вот. Значит, это как раз вот Авив. Значит, и вот в полнолуние месяца Авив, да. Несан. Вот. Поэтому Несан для автолюбителей это хорошие машины. Японские, да. Но для чтущих Господа, да, и Библию это месяц исхода. Поэтому. Ну, кому пасхальная машина, поздравляю. Да. И, знаете, кстати, Цахал взял на вооружение очень много как раз внедорожников Несан. Так что в этом что-то есть. Вот. И, знаете, интересно, что действительно с 30-го года нашей эры все изменилось. То есть в Талмуде также, в других разделах Талмуда рассказывается, что десятки были знамений именно как раз в последних 40 лет. Десятки знамений, которые все показывали однозначно, что Бог не принимает жертву своего народа. Бог покидает свой храм. Как Вашех сказал, помните, Христос сказал, все оставляйте дом ваших уст. А дом в Иерусалиме лишь один по праву называться домом. Это дом Бога. Это не дом царя, там кого-то еще, алигарха. Нет, это дом Бога. Поэтому храм был оставлен. И священники продолжали 40 лет подряд упрямо совершать эти жертвоприношения, уже никому не нужные. Абсолютно. Знаете, но это все было напрасным. Абсолютно напрасным. И в это время, кстати, вот в последних 40 лет, пока храм существовал, писались апостольские послания. Все исследователи согласны с тем, что писались послания как раз в это время. Апостол Павел писал Коринфянам послание первое свое именно в эти годы как раз. До разрушения храма. И он писал тоже один стих, запомните вам, один из моих любимых. Я его называю золотым стихом экклезиологии. Для того, чтобы понять, что такое экклезия, церковь, надо этот стих разуметь. Тоже 3.16, как Иоанна, только 1 Коринфянам 3.16. 1 Коринфянам 3.16. Павел пишет, обращаясь к церкви коринфской, чаще всего, большей частью состоящей из неевреев, кстати, из язычников. Он говорит, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Представляете, тот внешний храм еще существовал, каменный тот, о котором уже приговор Машеха был сказан, что камня на камне не останется, все будет разрушено. Священники упрямо продолжали делать свою работу, уже никому не нужную абсолютно, делая вид, что ничего не произошло. На самом деле, все изменилось уже абсолютно. Теперь храм Божий. История третьего храма началась, друзья. Многие считают, говорят, что вот третий храм это тот, который будет построен на горе вновь. Нет, нет, братья и сестры. Божий храм, третий храм, он уже созидается, уже две тысячи лет почти, тысяча девятьсот восемьдесят девять лет подряд. Созидается этот храм из живых камней, созидается на основании апостолов и пророков, имея кроегольным камнем самого Иисуса Христа. И весь этот храм, святой в Господе, назван телом Машеха, телом Христа. То есть в каждом живом камешке, в каждом кирпичке этого храма огромного, сам Иисус Христос, как в наклеточном таком теле, да, в каждой клеточке, это я, это я, моя информация. И вот Иисуса Христа мы видим в каждой клеточке живой, слава Богу. И вот великое строительство идет, да, две тысячи лет. Господь да благословит нас. Отец, я благодарю Тебя за этот третий храм, который уже на сегодняшний день превзошел славой все, что знало человечество до того. Благодарю Тебя за великое чудо Твое, церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины. Благодарю Тебя за чудо, да, за таинство царства Твоего. Благодарю Тебя, Царь, Царей, Господь Господствующих. Благослови нас. По имени Иисуса. Аминь. И вот, братья и сестры, я сегодня хочу примеры, наверное, молитвенные о них рассказать. Очень такие важные примеры. Да. Если историю церкви, историю христианства попытаться представить в каком-то графике, то вот 30-й год нашей эры, да, начало. Рождение Иисуса Христа исторически, да, чуть раньше произошло, чем это принято считать, мы должны это понимать, знать, да, пусть это нас не шокирует, потому что в антирелигиозной пропаганде часто используется подобное вот, что христиане ошиблись с подсчетом. На самом деле, да, исторически, вот мы говорим, 2019 год, ну это довольно условно, на самом деле на 3, даже на 3,5 примерно года раньше это все произошло. Рождение Иисуса, рождение Иисуса было, получается, 4-й год до нашей эры, вот, месяц Тишри, это по-нашему, получается, сентябрь месяц, в гражданском нашем исчислении рождества Иисуса. Об этом могу много говорить, много исторических фактов, библейских фактов и даже астрономических. То есть, очень много все совпадает на середину сентября, 4-й год до нашей эры, рождение Иисуса Христа. Вот, исторический Иисус родился, вот, и когда Он родился, там даже вот такой момент, что пастухи в полях были со стадами, чтобы Израиль не совершается, на самом деле, в летние и начало осени, до месяца Тишри, до начала осенних праздников подобных происходит. Вот, и Машиах родился при гласе архангелов и при трубе Божьей, сошел, он на самом деле пришел в этот мир, вот, ну, родился в этот мир, будем так говорить, в тот раз. Пришел первый раз, будем так, явился. Это был праздник труб, праздник трубного зова. Кстати, когда, значит, в обсерватории НАСА попытались высчитать рождение Машиаха, да, когда оно исторически произошло, то тоже выпало как раз именно вот на 4-й год до нашей эры, как раз именно вот праздник труб, праздник трубного зова. Дни праздника труб. И праздник труб, это праздник очень интересный, в еврейской традиции он обычно называется по-другому, в библейский, библейский он называется как, йом-теруах, да, йом-теруах, праздник трубного зова, буквально, праздник громкой трубы, трубного крика, как бы, буквально так вот, йом-теруах. А, значит, в народе вот так завелось Рош-Хашана, Рош, ну, это голова, да, Рош-Хашана, ну, хорошая голова, короче, начало хорошего года, будем так говорить. Просто такая традиция народная, это чисто народная, есть народный иудаизм, да, а есть, ну, библейский, это немного порой разные вещи. Вот в народной традиции еврейской, да, обычно, что там, едим рыбью голову, готовим необычно очень, да, для праздника рыбья голова, почему, потому что, ну, такая, есть присказка такая, что мы рождены, ну, как в Библии написано, быть головой, а не хвостом, вот, ешь голову и размышляй с сегодняшним днем, что ты должен быть головой, вот, каким образом, вот, додумайся, товарищ, думай. Значит, едим гранат, я не подсчитывал, но в народной традиции считается, что там как раз 613 косточек этих, по количеству заповедей, да, Всевышним Богом, вот, значит, яблоко, ну, самая такая известная вещь, это яблоко в меду, да, яблоко с медом, ну, вот, значит, и песенки такие народные, красивые, такие еврейские. Шахана Това, Шахана Това. Ну, желаем, короче, хорошего, сладкого Нового Года, но о библейске все гораздо серьезнее. Библейский этот день называется Йом Труах, праздник трубного золок, трубного крика, крика трубы. Считается, что этот день как раз воцарение Бога, день, мы там провозглашаем царство Божье, царя самого, приветствуем самого царя, царей, вот, и удивительно, что его первое пришествие было как раз вот связано вот с этим празднеством, вот, и вообще с соседними праздниками, кульминацией которых является сам праздник Зуход, поставление кущей, праздник шалашей, вот. Вот, когда мы понимаем, еще лишний раз, не лишний раз, утверждаемся в том, что с милым и в шалаше, рай, да. Вот, как бы, да, такой интересный праздник у нас есть, очень интересный, Сукот называется. Сука – это шалашик такой, да, как и лично в Рослипе, жил в шалашике, поэтому Сукот тоже можно выразиться. Вот, и, так вот, исторически, да, в 30-м году, очень много об этом тоже есть свидетельств исторических, рождение церкви произошло. И вот, и с 30-го года по 313-й год церковь, ну, это раннее христианство называется, так вот, исторически, раннее христианство, церковь распространялась в основном в Римской империи, иногда за пределами ее тоже распространялась, но в основном римская называется, римский период. Вот, и благодаря римским дорогам была такая эпоха римской глобализации, вот, она многих пугала, а на самом деле римляне, сами того не зная, готовили дорогу для проповеди Евангелия. И даже неверующие историки сегодня признают, что на самом деле, благодаря римским этим дорогам, христианство уже в первом же поколении достигло самых краев, как говорится, айкумены, обитаемой цивилизованной вселенной тогдашней. Вот, и это был римский период, когда христианство было чаще всего гонимо, ну, по разным причинам, по разным. Чаще всего наших с вами братьев, тогда сестер обвиняли в атеизме, кстати. Да, это было в Римской империи запрещенным исповеданием, как бы это или как бы идеологией. Почему? Потому что римские судьи, допустим, ничего в христианстве не находили из того, что они назвали бы словом религары или религии. То есть не было культа, не было жречества, не было церемоний, не было приношений каких-то там, то есть вообще ничего из того, что риме не назвали бы религары, не было в христианстве. А даже они не могли христиане показать своего бога в суде. Если ты показал бы своего бога, нет проблем, тебя бы оправдал суд, что, как говорится, да, ты реально, ты религиозный человек, да, это твоя религия. Вот, но христиане шокировали судьи обычно такими высказываниями, которые привыкли лишь из уст евреев слышать, значит, что бог он и везде, и там, и там, и он во моем сердце живет, понятно. И обычно считали в то время критики христианства, там, значит, находились такие философы, говорили, что христиане лишь своей вот такой философией религиозной, они прикрывают свой атеизм на самом деле, такой тимогогией своей. Вот, и так продолжалось, да, вот, до начала четвертого столетия. Христианство, ну, было по разным другим причинам, конечно, вот, всяким объективным, субъективным, историческим, там, культурным, всяким-всяким. И, ну, в целом, библейски, если так вот смотреть, христианство в это время, оно сохранялось так вот, ну, евангельски мыслящим христианством, да, в целом. Люди сохранялись вот в такой евангельской вере. Чаще всего. Хотя тоже были свои секты, были разные, там, разные. В общем, подполье вообще рождает обычно много всяких таких моментов. Ну, в 313 году христианство, я сделаю сегодня вечером короткий такой экскурс в историю. И некоторые уроки из истории назову. Более подробно, даст Бог, уже осенью получится, с удовольствием послужу вам, значит, семинаром, даже недельным семинаром по истории христианства с превеликим удовольствием. Поэтому, вот, прошу молиться, поддержать молитвы. Вот, это вот начинание, будем так говорить. Сегодня просто знакомство. Ну, и, конечно, вопросы. Если вопросы какие-то есть, походу, то не стесняйтесь, задавайте, там, руки поднимайте, я буду видеть, у кого. Если есть, мало ли, вопросы, может, сейчас наши вопросы есть какие-то. Вот. И в 313 году императоры, восточные и западные императоры, два императора подписали письмо в Милане, в Миланске Эдикт. Одним словом, христианство из разряда гонимых или временами терпимых религий, каким оно было в первых 300 лет, перешло в разряд государственных религий. То есть, это уже другая категория, другая вообще лига совершенно. Стало католической религией. То есть, католическое, значит, слово по-русски как вселенское, всеобщее, универсальное. Потому что римские императоры, со времен еще Юлий Цезарь, называли себя католическими императорами. То есть, и основные религии своей империи называли католическими религиями, то есть, всеобщими, вселенскими, универсальными религиями. Там, допустим, Зевса, там, да, значит, там, культ императора, впоследствии это, или Митры, допустим, Митраизм. Это тоже были католические всеобщие религии. Вот к таким была причислена христианская церковь в то время. Как одна из католических религий, а впоследствии, уже к концу четвертого века, уже как и единственная католическая религия. Все остальные были уже, ну, не под запретом, но как бы, да, чаще даже под запретом, даже. Часто очень под запретом. Так вот, и христианство в это время стало смешиваться постепенно с, будем так говорить, с язычеством. Но не сразу, не сразу. Вообще, до 431 года, юридически, как бы, этого смешания не происходило еще. До 431 года. То есть, еще целых сто лет, да, уже свободной и легальной церкви христианской, тысячи церквей имели свои здания по всей Римской империи, имели свое служение, там, свои союзы были церковные. Свыше ста, кстати, было союзов церквей, вот, автокефалий, как бы, порой очень сильно отличающихся даже между собой. Так вот, и во всех этих вот союзах церквей, тысячах церквей по всей империи, больше или меньше, но было такое библейское, евангельское мировоззрение. В это время проходили первые, там, два собора, допустим, вселенских в 4-м веке. На них никому в голову не приходило, допустим, молиться кому-то еще, там, на стороне, допустим, там, помимо Господа Бога. Вот, современная система многобожия в христианстве, это все, ящик Пандоры был открыт, вот, как раз тогда, в 431-м году. Вот, я, допустим, я был традиционным священником православным. Одна из причин, почему я вышел из, вот, РПЦМП, Московского Патриархата, да, в 96-м году, я вышел по идейным соображениям. Одна из причин главных, ну, их было масса причин, там, пару десятков, можно назвать, таких серьезных причин, но одна из самых главных причин – многобожия. То есть, я не мог больше, вот, жить в этой системе. То есть, многобожия – это вера в разных богов или в разных посредников к богам. Вот, все, я жил когда-то этой верой, жил и молился, там, и Матери Иисуса Христа, Марии, да, называю ее Богородицей, Царицей Небесной и прочее. Вот, молился апостолам, молился мученикам преподобным, там, были такие излюбленные святые некоторые, которым я молился часто, были такие малоизвестные святые, которых я редко вспоминал или вообще не вспоминал. Ну, допустим, там, культ огромный, тысячи имен святца, тысячи разных имен. В моем храме, где я был настоятелем, тогда висела такая, как стенгазета на входе, она называлась «Какому святому в какой нужде молиться?» Пожалуйста, там можно было выбрать любую свою нужду, свою найти, и разные варианты ответа, допустим. К примеру, в семье не ладится горе и саму не объявив, допустим, да, значит, что-то пропало, там, значит, недостача какая-то на работе, значит, Иван Боин, допустим, значит, там, головная боль, Ян Креститель, там, значит, там, у него там проблема с головой была в последней мере жизни, как бы, да. Ну, а гильотин – это не самое хорошее средство от головной боли, в общем-то. Вот, значит, и там еще, короче, куча-куча болезней глаз, допустим, Казанская Богородица, значит, там, ну, там сотни разных проблем и сотни разных ответов было. Вот, я жил этой верой, я жил и был, будем, как специалистом определенным в этом всем, потому что по любому поводу я мог найти для людей, пожалуйста, подсказки, кому надо свечки ставить, кому надо молебны заказывать и прочее, прочее, прочее. Какие молебны, водосвятные или обычные. Вот, и я жил этим, жил этим, и в 96-м году я разочаровался в этой вере, просто разочаровался, реально, потому что Библия, она разбивает в пух и прах. Иисус, он действительно во многом камень соблазна, претновения, значит, и интересно, сам Иисус сказал так, я есть путь истинной жизни. И он говорит, подчеркивая даже, да, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. То есть, он сам есть эта дверь, открытая Всевышним Богом для всего человечества. И здесь совсем другая идеология, другая идеология совсем. И апостол Павел в том же послании в Коринф, только выше там, в 3 главе, в 11 стихе, 3.11, он говорит, Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. А вот по поводу един Бог и един посредник, это 1 Тимофею, его письмо, 1 Тимофею 2.5 и начало 6 стиха. Он говорит, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Но и вся Библия Нового Завета, она говорит нам о единственном ходатайе, первосвященнике, ходатай Нового Завета, Иисусе Христе. И знаете, вот я вчера немного рассказал, как вот книга проповеди Эрла Штегина попала мне в руки. Вот очень Богу благодарен я за дятю Эрла, как его называли, что его проповеди очень помогли мне разобраться в этом вопросе. И указали мне на Библию, вновь назад к Библии, назад к Библии. И знаете, удивительная история. Через несколько месяцев, вот, вникать в себя и в учение, вот, я разочаровался в этой системе религиозной, многобожией. И в своей личной молитве я отказался. Ну, не было у меня так вот сразу прям, раз и все. Нет, у меня как-то постепенно это было. Я сокращал молитвы, я еще читал по молитву слова, допустим, некоторые молитвы святым, но уже без так сильного энтузиазма. Вот, сокращал, сокращал, а потом однажды себя поймал на мысль, что стоп, а я уже пару дней не молился никому, только Господу молюсь. Хорошо, слава Богу. У меня так произошло. А потом, все равно, понимаете, так вот, неуютно себя чувствовал. Потому что, знаете ли, в личной молитве я-то не молился уже никому, только Богу. Но, приходя в храм, где я был настоятелем, я обязан был опять-таки петь там, все святи, молите Бога нас, там, святители-очень Николы, моли Бога нас, там, присоединяй Богородице, спаси нас и прочее, прочее, прочее. Хотя в это я уже не верил уже. Вот, и мне это было как ножом по сердцу, понимаете. Когда я в это верил, я пел с превеликим удовольствием. Но когда в этом разуверился, уже, ну, не знаю, это, ну, просто не хотелось мне это петь. Я стал по возможности где-то сокращать, опускать. И, в общем-то, если пел, то уже без чувства такого, как бы, энтузиазма. И, как бы, и обычно выходил, когда на беседу, на кафедру, будем так говорить, да, на англун, то я говорил слово, всегда, значит, проповедовал. И обычно в этом слове всегда перечеркнул все то, что я говорил, что пел. Вот. Конечно, для многих бабушек это было, как бы, как говорят сейчас, взрыв мозга. Вот. И, в общем-то, да. Конечно, это было, ну, революционно для многих. Но даже за упокой, допустим. Раньше за умерших я молился за милую душу. Я сильно, я молился, я молился с верой, что я могу в загробном царстве, там, в государстве, где-то кому-то помочь, там, даже на дне ада находящемся. Вот. Но здесь все, как будто переключился тумблер во мне. За здравие нет проблем, я молюсь с превеликим удовольствием. За упокой нет, вот, как хата за хвост. Я вот, вот, мне это не идет абсолютно никак вообще. Вот. И, значит, в личной молитве я перестал так молиться, а в церковной, ну, да, вот, там, все панихиды, литии, все это служил, но уже совершенно без, ну, сокращал, во-первых, как мог. Ну, хотя раньше был категорически против этих сокращений всяких, вот. А, во-вторых, уделял больше внимания именно проповеди, наставлению. Я выходил обычно после любой литии, любого, там, любого панихиды и говорил слово. Вот, говорю, царство небесное, мы обычно желаем умершим. Мы, говорю, я вам живым желаю сегодня царства небесного. Конечно, для бабушек тоже было за счет, но это, конечно, желаем там царства небесного. Вот, но я говорил как раз, что умершие уже не могут, говорю, вот, принять это решение, но вы живые можете принять это решение. Рассказывал, вот, там, о богаче Лазаре, там, рассказывал много раз эту притчу. Ну, и я исходил из того, что, значит, ну, умершим уже, как говорится, поздно пить боржоми, как бы, да, уже. Вот, но живому я могу как-то помочь, думаю, вот, родственникам, вот, живым, но вот, 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 это их пение как-то утешает, в конце концов. Ну, и второе, что я могу им слово сказать, конечно, такое наставление. Ну, я вот пользовался этим случаем, всегда говорил наставление такое. Вот, и обращал людей вот именно вот к Господу, да. Но, опять-таки, это было до поры. А, значит, до бесконечности не могло это продолжаться. Икона почитания, вообще, всякого рода идолопоклонство мне стало по перегорлу вообще. Знаете, вот, раньше я целовал с превеликим удовольствием. Все иконы, перецеловал, расцеловал, все. Здесь уже все. Ну, вот, ну, в лучшем случае воздушным поцелуйчиком, как бы, ограничивался такой. Знаете, ли, чмоки-чмоки, говорится, все. Нет, я, вот, вот, серьезно, мне это было вот, ну, вначале я смотрел на дискисад на все это, а потом думаю, ну, и мне даже это не нравится уже. Вот, не хотел целовать эти все вещи. Я в Москву, кстати, приезжал тогда, 96-й год, приезжал к отцу Георгию Чистякову. Ну, он уже покойный, уже можно рассказывать уже. Я уже не связан клятвами никакими. Вот, значит, уже ушел в вечность, брат. Хороший священник был, вот, я к нему часто приезжал, вот, именно, пообщаться на эти темы. Я вот говорил, отец Георгий, вот, так и так, вот, не могу, вот, вот, не верю в это все уже, и все. Я уж на исповеди ездил к старцам, думаю, может, я, где заблудился, может, не на опасном ли я пути вообще. Что, я самый умный, что ли, вот, тысячи священников, значит, как мне говорили, понимают, все это так. И вся система уже, вот, 2000 лет существует, а вот ты такой, вот, нашелся. Да. Что, самый умный, что ли? Как бы так чудно это было, конечно. Ну, ладно, думаю, хорошо, попробую пообщаться. Но чем больше я ездил на исповедь, тем хуже расстановилось для меня. Потому что, ну, я понимал, что то, что советуют мне старцы, оно, ни в какие ворота не идет абсолютно. Это не то, это не слово Божье. Это были их суеверия всякие, всякого рода суеверия и мудрости, вообще, честно говоря. Вот, и один из этих отцов, даже мне сказал, выслушав мои, там, сомнения все эти, вот, елиси, как бы, как он думал. Вот, говорит, отец, говорит, грамм 150 на ночь и меньше вопросов, как бы. Вот, горе от ума, как бы. Я пробовал, но не получалось, не помогало вообще. Вот, думаю, надо же, и все батюшки, как батюшка, мне даже и водка не берет, думаю, ну, как бы. Вот, значит, думаю, что-то не то, что-то не то. А к отцу Георгию приехал, когда, а там как раз у них в Москве какие-то мощи привозили в очередной раз. Ну, раньше я был первым, в первых рядах, вот, а здесь мне это вообще уже даже и не нужно. А отец Георгий был там, ну, там собрали все московское духовенство и, как бы, это попробуй не явись там. Вот, значит, и я говорю, отец Георгий, а мы же тоже были, получается, там, целовали эти мощи. А мы общались, и он мне говорил, что еще раньше моего намного об этом задумывался и считает это, как бы, ну, там, язычеством в христианстве. Говорю, а что поделать, он мне говорит, с волками живет, завоешь здесь. Но, говорит, я фигу в кармане сложил, говорит. Целовал мощи, но фигу в кармане сложил. Ну, думаю, хороший священник, умный священник, но фигами дьявола. Знаете, это вообще не то. Вот, и я стал понимать, что, ну, мне не по дороге. Даже с такими хорошими священниками, как отец Георгий, ну, не по дороге. Это не мое. И, слава Богу, супруга меня поддержала в тот момент. Вот, потом и теща поддержала, вообще, благодать вообще. Знаете ли, я еще сомневался, если уже, все, зеленый свет. А, кстати, педобаптизм тоже, я разочаровался. Педобаптизм – это крещение младенцев, крещение малолетних младенцев. Педобаптизм называется православие традиционно, но педобаптистское, по своему исповеданию. Вот, и педобаптизм, он, ну, как бы, составная часть православной церкви традиционной. И я верил в это, что это, ну, от Бога правильно. Кстати, педобаптизм он называет не только крещением младенцев, да, но даже и взрослых крещение, но если без просвещения, без научения, просто, ну, как бы, либо первобытному позыву, либо просто, ну, по какой-то причине другой, да. Вот, и я крестил младенцев, кстати, помог мне разобраться в этом вопросе один баптистский трактат. Мне, значит, бабушки приносили всякие трактаты такие одно время. Я их особенно не читал, но так вот в печку бросал. Вот, значит, ну, некоторое пролистывал перед тем. Вот, а, началось с того, что мне бабушки приходили и жаловались. Вот, какая-то секция он назвал, а секция какая-то. Бахтист, бахтист. Я понял, что это секция. И вот они, говорят, ходят по домам и раздают литературу. Ну, говорю, вот, давайте приносите мне, говорю, макулатуру, я, говорю, буду, и все туда. Вот, и один трактат, а там прямо написано, прямо на обложке, там, крест, кстати, православный был, думаю, надо же, под наших косяк, думаю. Вот, значит, и потом написано, что издание «Евангельских христиан-баптистов». Ну, а название потрясающее было. Что Библия говорит о крещении младенцев. Думаю, неужели за ум взялись, думаю. Ладно, открываю. А, тоненькая такая штучка. Открываю чистый лист. Думаю, ну, наверное, мало ли, типографская какая-то там погрешность. Закрываю, и написано. Да, Библия ничего не говорит о крещении младенцев. Кипел мой разум узмущенный. Знаете ли, чистый лист порой громче говорит о многих проповедях. Думаю, вот это наглешь, думаю. Вообще в топку все это. Но вопрос завис в воздухе. Там и много других интересных вещей было. Ну, в конце концов, знаете ли, как я с одним там разговаривал, православным поэтом, он сказал, да, вот батюшка, без меня меня крестили. Думаю, надо же. А в этом что-то есть на самом деле. Вот даже без меня меня женили, не так обидно, как вот крестили. Потому что это же, ну, обещание, служение или спрашивание у Бога. То есть это по-любому акт веры, сознательной веры человека. Ну, и тем более, что стал интересоваться отцами церкви, ранней церкви. И они все, как на подбор, все были крещены в зрелом возрасте, хотя выросли в христианских семьях, там, Иоанн Златоуст, и Василий Великий, другие отцы церкви. Вот это да. Вот, значит, и там пишется в чьих минеях официальное издание православной церкви, еще 19 века, написано было, что это в то время, это было 4-5 век, это было обычным явлением в церкви. Крещение сознательно верующего человека, взрослого человека. Василий Великий вырос вообще в образцовой христианской семье, и мама, и папа служители церкви, дедушки, и бабушки с обоих сторон служители церкви, прадедушки, прабабушки тоже были служителями, некоторые были мучениками за веру во Христа Иисуса, то есть была такая, ну, в его семье православная католическая церковь канонизировала, ну, человек 15, не меньше, наверное. То есть он из потомственных таких верующих, старая верующая семья, со 2-го и 6-летия были верующие в его роду. И понимаете, он жил в 4-м веке, в конце 4-го века. Значит, и он был крещен, ему было уже по 30 лет уже, за 20, далеко было за 20. Вот, значит, и там написано было, что в то время это было обычным явлением, плюс еще он проходил школу, обучение, значит, там, значит, то есть принимал решения сознательно, будучи верующим человеком. Вот, ну и многие другие факты, конечно, библейские, они меня очень сильно взбудоражили, конечно. Вот, и я отказался от педобаптизма. Но опять-таки, крещение, люди привозили крестить своих младенцев. Ну, я попытался с людьми беседовать, расспрашивать их, ну, почему они решили крестить. Ну, не все они были трезвые родители, но с трезвыми я пытался разговаривать как раз на эту тему. Всевых обычно он даже привозит уже, обычно уже подпитие хорошим. Вот, значит, и с ними было бесполезно разговаривать. Они просто требовали, будем так говорить, справить свои религиозные нужды. Как бы все, покрести, надеяться и все. Но те, которые были трезвые и более-менее вменяемые, я пытался с ними беседовать. Говорю, а почему вы решили крестить? Ну, как же, ну, вот, чтобы спал хорошо ребенок, чтобы, ну, как бы, был крещеным. Мы же все крещеные, вот, а я ему буду крещеным. То есть, ну, они рассуждали именно так, будем так говорить, рассуждали. Обычные обыватели. Вот, я пытался говорить о вере, о Боге, приглашал их на какие-то беседы, вот такие разумления, как бы, такие, да. Дарил Евангелие, Новые Заветы эти дарил. Ну, понимаете ли, да, у Бавтистов брал, в Минск ездил специально там, затавился Новыми Заветами. Значит, загрузили они меня там, вот, значит, братья Гедоны. Благословили. Моя машина у меня была москвичная 40-й. Он прям чирпал по земле, прям, и полностью его загрузил под самый купол, короче, этими Новыми Заветами. И вот за несколько месяцев все пораздавал там, значит, с разных сел, люди приезжали, приезжали, приезжали. Все им раздавал, раздавал эти Новые Заветы. Вот, и умолял просто вот как раз читать, разъяснял, рассказывал. Вот, но система религиозная очень злая, знаете ли, и система меня как чужеродного сразу стала воспринимать. И раньше косились батюшки на меня всегда, значит, знаете ли, потому что, ну, я как бы не приучен там пьянствовать, значит. А трезвый священник, это как белая ворона, это все, это уже чужое, знаете, чужое. Вот, значит, и еписка приехала, я там ему там, ну, ладно, уж вина поставили, мы ему там кагору, вот, благо там привезли, значит. Ну, а он, оказывается, это не пьет, так водку надо ему, значит, и все, и, короче, я стал плохим сразу священником, в плохом списке. Вот, значит, понимаете, значит, а пьянство священников, я стал понимать, почему оно происходит. Раньше не понимал, а потом стал понимать. Потому что, ну, как ни странно звучит, это вот от пустоты, вот реально от пустоты. Тем более, сама работа священников, она подразумевает именно связь с вечностью, понимаете ли? Она сама подразумевает уже, вот, как бы, врата, вот, царство, да? Вот, но, получается, и сами не входят, и других не пускают, как собака на сене, и сам не ам, и другим не дам. Вот, и вот, ничего нового под солнцем, думаю, стоп, то же самое, что было 2000 лет назад, нечто подобное, только еще в худшем масштабе происходит сейчас, думаю. Вот, ну, я понял, что мне не по дороге с этими товарищами, вот, и пообщался с разными протестантами. У меня друзья тут же появились, и пенсионники, и харизматы, и баптисты, и адвентисты, разных очень течений, вот. И, слава Богу, знаете, что пересмотрел? Что мне помогло выйти из системы религиозной, мафиозной этой структуры? Во-первых, Писание, Библия. А второе, через Библию стал пересматривать всю историю, историю христианства. И вот, делюсь этим, почему? Потому что, зная, что многим это поможет. Многим это поможет уяснить для себя истину евангельскую, и не озираться ни вправо, ни влево, а идти прямым путем евангельским, взирать на Христа Иисуса. Иисус сказал, что, как Моисей вознес меня в пустыне, так должен быть вознесен и сыну человеческому, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир. Действительно, это так. И вот, в 4 веке проходили Вселенские соборы, на которых молились только лишь Богу. Но, уже на 3 соборе, в 431 году, появилась практика молиться дополнительным посредникам. То есть, до 431 года, первых 400 лет истории христианства, христиане и на востоке, и на западе, тысячи разных церквей, но все понимали, что един Бог, един посредник, Иисус Христос. Здесь, как бы, нечего было даже рассуждать.